Неограниченные возможности Неограниченные возможности На самом деле тема не очень легкая, так сказал. Трудная она не в том, что ее трудно понять, а сложность заключается в том, что эта тема очень-очень громоздкая, так можно сказать, она большая, и ее не так просто за короткое время обсудить. Представьте себе, какие вопросы обычно задают люди на этой теме. Что такое вообще духовные дары? Предназначены ли эти дары? Для чего они предназначены? Как можно определить свои духовные дары? Какова цель этих духовных даров? Всем ли даются духовные дары? Или это ограниченное только количество людей получает духовные дары? Есть ли различия между духовными дарами и прирожденными талантами? Вот все эти вопросы, которые требуют обсуждения. Но мы постараемся вместе сегодня с участниками каким-то образом попытаться ответить на все эти вопросы. Итак, ну прежде я хотел бы обратить внимание на следующие. Два текста. Деяния апостолов, 1 глава, 8 текст. Здесь говорится о том, что есть такое пророческое обетование. Но вы примите мне силу, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, до края земли. Слово свидетели. В другом месте Исайя, в 43 главе говорится, а вы мои свидетели, говорит Господь, вы раб мой, кого я избрал. Вот слово свидетели, о чем это нам говорит? Бог призывает нас быть свидетелем. Что вы думаете об этом значении свидетельства? Когда человек узнает истину, когда узнает Христа, узнает о Боге, то есть вот в этот момент у каждого такого человека уже есть вот эта вот обязанность засвидетельствовать, рассказать. Вот обязанность это или что? Вот я хотел бы, чтобы... Это призвание, призыв. То есть Бог призывает нас быть светом миру, солью земли. То есть вот когда мы узнаем, и чтобы наши отношения были еще более близкими, мы должны об этом рассказывать. То есть вот свидетельство – это никакой не особый такой дар, который дается только как бы избранным, а это именно призвание всех христиан, которые начинают следовать за Христом, засвидетельствовать о Христе, о Его любви, о Его милости, о Его прощении. Да, очень... Можно, да, присоединяясь к Оксане, я хочу добавить вот на то слово, где Игорь Петрович сказал, это обязанность. Я так моментально подумал и соглашусь, что это все-таки обязанность. Почему? Потому что Бог практически через свое слово каждого из нас обязывает быть кем. Например, есть выражение такое – «Вы соль земли». Это обязанность. Это ко всем звучит, не к отдельным личностям, ко всем людям, которые приняли Иисуса Христа. Следующий момент – «Вы царственное священство» – тоже идет то косвенное или прямое предназначение каждого принимающего Иисуса Христа – быть окружающим этому миру, свидетелем, солью, священным служением и многими другими деталями своей жизни. То есть эта обязанность, она не идет как бы, знаете, что «Я обязан, мне теперь надо делать, ну что ж такое». Это наоборот в радость. Это не отягощает нас, а наоборот, вот этот свет, который мы получаем, он сияет через нас. Она иногда нас пугает, слово «обязанность». Нам думается, вот мы эту обязанность взвалили на свои плечи, и теперь нам нужно никуда не деться от этой обязанности. Но если бы Бог не обязывал нас, мы по своей греховной натуре, наверное, мы бы по другим путям шли, потому что много дорог, и сегодня каждый без своей обязанности, данной нам от Бога, шел бы каждый своей дорогой. А Бог нас обязывает добрым таким предназначением, доброй обязанностью, которая однажды, ну, окупится сторицей. Бог даст нам вечную жизнь. Бог дает нам и здесь благословение от этой обязанности. Не будем страшиться этого слова, и не будем его воспринимать, как его обязанность. Хотел бы я сказать здесь, важно отметила Оксана, что это не какие-то духовные дары среди всех духовных даров, о которых мы сегодня будем говорить, а это призвание. И призвание – это относится ко всем. Ко всем тем, кто когда-то встретился с Господом. Свидетелями должны быть все. Это не то, что вот я имею такой дар, да, убеждение там, умение рассказывать, значит, я буду это делать. Но именно быть свидетелями – это относится к каждому человеку. По-разному мы можем быть свидетелем, да? Кто-то будет словом, кто-то может быть делом, кто-то своей жизни может свидетельствовать, но свидетелями мы быть обязаны все. Я думаю, что мы являемся свидетелями и как бы включая это слово как обязанность, я думаю, мы можем рассуждать в двух направлениях. Как по факту, как обязанность, или по тому, что я узнал, что я люблю. Что когда апостолу Петру запретили говорить, чтобы ты больше не говорил, он говорит, а я по-другому не могу. То есть, естественно, это когда ты встречаешь Господа, ты понимаешь, что Он для тебя сделал, и для тебя, естественно, ты желаешь рассказывать о Нем. Ты встретил такого великого Бога, и что ты не можешь успокоиться, что ты буквально… Это рвет тебя на части, ты хочешь свидетельствовать. Это нормально такое, да, состояние, которое ожидается от каждого христианина. А для этого нужно честное отношение с Господом и иметь определенные опыты. Только тогда это можно… Вот здесь какая разница между призванием и обязанностью. Обязанность практически дается каждому из нас. Если мы желаем быть усердными последователями Иисуса Христа, может быть, на первых порах это будет обязанность, которая давит на наши плечи. Христос говорит, возьмите иго моё на себя. Но если буквально рассуждать, что такое иго, оно неприятное состояние. Но когда мы во свете Священного Писания, во свете Божьей любви, во свете Его голговских страданий, видим какая-то обязанность, что следует из этого, то эта ноша станет нам не тяжела. И вот жизнь христианина, она заключается в том, чтобы мы были обязаны в первую очередь Богу, что Он сделал для нас, а ответная реакция, что мы делаем для Бога. И вот какая разница между призванием и обязанностью. Призванием – это отдельные люди, которые призваны на определенное служение. Мы должны здесь согласиться. Мы все рвемся в бой. Я буду свидетельствовать. А у нас не все получается. Знаете, красноречиво ли, грамотно ли. Бог призывает на это дело других людей. И, по-моему, Петр говорит, не все делайте с кем? Апостолами, учителями, пророками. На это Бог призывает особых людей. И они отвечают этому призванию. А мы сегодня должны, как я уже отметил заранее, что мы должны и жизнью свидетельствовать, и словом по той надобности, где необходимо это. И все другие способы мы готовы использовать. Хорошо. Есть разные сравнения, скажем, в церкви. Соль, хлеб, цвет и так далее. Одно из таких интересных сравнений записано в первом послании Коринфиани, 12 главе, 12 текста. Здесь говорится, что подобно чему? Телу. Телу. Вот, интересно, тело, да? Вот тело. Тело наше состоит из разных частей тела. Вот что дает вам это сравнение? Как вы его понимаете? Очень много функций, много членов, но все они объединены вот в одно тело. То есть каждый функционирует по-своему, у каждого своя задача, у каждого свои цели, но как бы вкупе, в итоге это все… Есть ли какое-то тело у нас, которое не имеет никаких функциональных значений или малозначимая часть тела? Вот как вы думаете? Нет. Есть главные члены, есть второстепенные члены тела, или они все равны между собой? У каждого своё назначение. что нет второстепенных членов тела. Я не помню, я не знаток в медицине, но раньше было как бы принято… Ну, аппендицит, к примеру, вот тоже является каким-то внутренним нашим органом, и медики решили, ну, с самого рождения, безболезненно удалить эту, так сказать, часть, этот орган, чтобы он не мешал, когда он вдруг в зрелом возрасте раз и порвётся, и прорвётся, и отравит вес организма. И что произошло? Неполноценное развитие человека. Оказывается, казалось бы, ну что он там служит? Накопительным каким-то мешочком, ну, и отрезали его. И умственное развитие, и физическое развитие пошло не в ту сторону. Если говорить о духовном состоянии, то здесь мы должны учитывать тоже всё. Но беда нашей греховной, нашей натуры, структуры, чем больше я знаю, тем больше у меня склонностей, если я иду без, так сказать, внутреннего влияния Духа Святого, к самоугождению, к самопрославлению. Вот как бы избавиться от этого, так сказать, состояния, тогда всё на своём месте. Тогда высшие будут почитать низших, а низшие будут почитать выше. То есть, когда Бог создал человека, Он сказал весьма хорошо, да? И Он создал его совершенным. И поэтому Бог сравнивает человека, вернее, церковь с телом, потому что оно есть эталон совершенства. Точно так же и церковь, она является совершенством Божьего творения. И это очень важно, да? Важно, как уже было отмечено, что каждое тело имеет своё определённое значение. Говорят, вот мизинец, если его убрать, 50% дееспособности руки теряется. Один мизинец только. И уже 50%. Это о чём говорит прежде всего каждому из нас? Это говорит о том, что каждый участник или член церкви, член этого тела имеет огромное значение в глазах Божьих. И это значение, мы должны об этом помнить. И мы должны также помнить, что как не бывает участков нашего тела без каких-то определённых значений, так и каждый человек, находящий вот в этом теле, имеет определённую ценность и определённое назначение, что очень важно. И ещё, что важно, и важно отметить, как говорит 12-й текст, а тело это какое? Чьё? Оно Христово. Это не чьё-то тело, да? Это не пастора, это не конференции, там не президента конференции, униона, а это тело Христово. И в этом есть главная сущность назначения этого тела, что глава, глава этого тела сам Христос. Почему апостол Павел берёт вот этот интересный образ? Вот я задаюсь этим вопросом, «А кто же это тело? Я, Вы, Церковь?» Грешники, да? Можно сказать ещё. А может быть, тело – это за рамки нашей Церкви? Может быть, и там есть тело Христово? Почему апостол Павел обращается и берёт вот эту замечательную картину «Тело Христово»? Вот когда апостол Павел обращается к Коринфской Церкви, эта Церковь была очень проблемой, потому что она создавалась, эта Церковь, из разного сословия. Она создавалась богатые, бедные, разной одарённости люди, которые приходили и создавали вот эту Церковь. И когда они получали вот эти дары, то апостол Павел видел эту проблему, потому что один дар он превалировал над другим. И апостол Павел говорит, что когда Христос был на нашей земле, это было одно тело, это был Христос. Когда Христос вознёсся, то тело составляем мы с вами. На сегодняшний день проблема как в Коринфской Церкви, так и на сегодняшний день она остаётся, чтобы мы помнили, что мы все равны перед Богом. То есть мы что можем сказать? Спасибо. Мы можем сказать, что как и наше общее тело иногда заболевает. Когда болит мизинец, это больно? Это очень больно. Когда болит зуб, это больно? Это очень больно. Когда из одних, один участок тела у нас болит, то страдает всё тело. Когда что-то происходит в Церкви, прежде всего мы должны понимать, кто страдает. Если это Христово тело, то Христос страдает больше всего от того, что происходит в этом теле. И мы должны помнить всегда об этом. И мы должны также понимать, что если одному плохо, то плохо всем. Если один орган нашего тела заболеет, то плохо становится всем. И это очень важно. Итак, мы подошли ещё к важному вопросу. Мы говорим, что это тело Христово. То какой мы можем сделать вывод, что податель вот этих всех благ, даров, о которых мы сегодня с вами будем и говорим, кто является? Христос. Христос. Он является тот, кто даёт эти тела, эти дары. Но можно сказать, что дополнить не только Христос. Мы говорим, если поэтапно распределяем, Христос, когда был на этой земле, Он говорит, что Он говорит? Я умолю Отца. И Он что? Пошлёт вам Духа Утешителя. То есть здесь вот это обоюдно, вот эта монолитность. Но для нашего понимания, чтобы мы в человеческом рассуждении поняли, что вот эта троица, она обеспокоена о нашем духовном росте. И Иисус Христос направляет наши мысли, что Бог Отец, Он направит Духа Святого, который будет вас направлять к тому же созиданию этого тела, которое названо телом духовным и Личностью Иисуса Христа. Я ещё вот что хочу сказать. Вот в идеале она на самом деле так. Как вот Игорь отметил, что когда болит одна часть нашего тела, один орган, тогда всё тело формируется, и она направляет туда. И, наверное, кровоток, и направляет туда больше, так сказать, внимания, и мозг даёт возможность, если нога болит, меньше наступать на неё, чтобы боль не причинять. Всё это совокупно. Но в реальной жизни так ли происходит в духовном отношении в церкви? Всегда ли мы бежим на помощь к нашему брату или к нашей сестре, или, так сказать, к тому мероприятию, которое производит церковь? Мы должны, наверное, поставить вопрос и задумываться, каково моё участие в данном отношении? Сегодня мы все являемся слушателями интернет-пространства, и там разные люди, друзья, знакомые, незнакомые, пишут о том, что нужна помощь, нужно, так сказать, какое-то, так сказать, участие в этом деле. Всегда мы ли откликаемся, или быстренько промелькаем, а это не для нас, дальше, а это не касается моих близких. Поэтому сегодня вот эта тема, она даёт широкий кругозор нашего... И ещё для размышлений. Да, да, да. Мы должны переживать, сопереживать тем, которые страдают. Было правильно отмечено, и если вы, мы внимательно изучали эту тему на протяжении всей недели, и было представлено очень много текстов, где на самом деле в том, что дары даётся церкви, участвует как Отец, так Сын, так и Дух Святой. Сейчас у нас, может быть, нет достаточно времени, чтобы все эти тексты зачитывать. Но те, кто внимательно исследовал, он заметил эти вещи. Но здесь я хотел бы просто обратить ваше внимание на то, каким образом это делалось, на что обращается внимание. Давайте мы посмотрим на первое послание Коринфянам, 12 главу, 7 текст. У меня открыто, я читаю. По каждому, но каждому даётся проявление Духа на пользу. Прежде всего, для, в новом переводе это звучит, для общей пользы даётся каждой дары. Вот что, как вы понимаете, для пользы? Для чьей пользы? Вот новый перевод гораздо точнее говорит, да? Для общей пользы. Не только для моей личной пользы, а для общей пользы. Есть значение для моей пользы или для общей пользы? То есть, как вы вначале сказали, для чего мы, к чему мы призваны, и когда мы получаем вот эту вот обязанность, вот это вот свидетельствовать, рассказывать, то есть Бог призывает нас на это служение, и в то же время Он оснащает нас вот этими средствами, чтобы чем нам пользоваться, как нам это делать, и как быть успешными в этом деле. То есть вот, и оно идёт на пользу, то есть Он даёт вот этот дар на пользу, Он как и мне на пользу, так и всем окружающим, если я служу этим даром. Ну да, и в контексте того, что мы говорим о церкви, это общее дело. Тут мы согласны и с новым переводом, что оно говорит для пользы и как личной, так и для пользы церкви, его служение, Божье служение на этой земле. И сегодня, наверное, Дух Святой и призван, чтобы производить пользу. Не просто так, феномен какой-то сделать, вот неожиданно там исцеление произошло, или ещё какое-то событие, во время, когда Христа распинали на Голгофском кресте, возгласы были какие? Сойди из креста, сделай это чудо! И мы все уверуем. Но всегда ли мы уверуем по каким-то определённым действиям? И только Дух Святой, Который способен нас устойчиво, так сказать, многоразово приглашать нас к этому служению, только Ему доступен наш отклик, который победит наше гордое, чёрствое сердце для того, чтобы быть готовыми на служение другим. Я хочу вернуться немножко назад, когда был задан вопрос, кто же даёт духовные дары? И как мы согласились о том, что действительно, что в этом участвуют все три личности? Это действительно так. Но тогда мы задаёмся вопросом, а кто был распят на Голгофе, когда мы говорим, что Иисус Христос, Он был... Вопрос-то и так. Благодаря чему даются нам эти дары? Так? Нет. Кто даёт эти духовные... У меня так записано. Кто даёт эти духовные дары? И перечисляется, что Бог Отец, Бог Сын, или Дух Святой? Да. Мы согласимся с тем, что все три личности, они участвуют в спасении человечества. Но если мы возьмём, допустим, Ветхий Завет, то мы знаем, что там упоминается и Иисус Христос, и Дух Святой, и Бог Отец. Но мы видим прорегативу Бога Отца в Ветхом Завете. Когда Иисус Христос был на нашей земле, мы видим, что прорегатива была Иисуса Христа. И когда он возносился, то он сказал, говорит, что я пошлю вам другого утешителя. И вот это время, когда от Пятидесятницы до нашего времени, это эра Святого Духа. Но всё же, я думаю, что мы не знаем, где начинается одно и кончается другое, что все три личности участвуют в спасении человечества. Здесь можно сказать определённо то, что благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа вот тому подвигу на кресте стало возможным получение вот этих даров, которые Иисус через Духа Святого изливает на Свою Церковь. Я хотел бы здесь прочитать одну цитату. «Цвятой Дух знает каждого человека и дарует свои дары верующим в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями. Это решение непроизвольно, но основано на высшем знании и понимании». Каждому даётся, да? А почему даётся? Я хотел бы обратить ваше внимание на 12 главу, опять же, послание к римлянам, на шестой текст. Здесь очень интересно говорится. Я читаю. «Мы имеем различные дарования соответственно данным нам благодати. А поэтому, если у кого есть, например, дар возвещать весь Божию, пусть он это делает согласно вере. Данные нам благодати. Вот заслуживаем мы эти дары или они даются нам по благодати». Интересный момент, да, здесь. Интересно также отметить, что вот в оригинале благодать – это харис, а вот дар – харизма. Харизма, да, вот харизма, да, есть такое, это вот дар. Однокоренные такие слова, и они очень похожи. Вот сам дар и благодать. Что это говорит вам прежде всего? Игорь Петрович, вы отметили, дается нам дар по благодати или просто так вот Бог решил дать нам. Я думаю, что здесь и по благодати, но как мы заранее рассуждали, что Бог через Духа Святого дает нам эти дары. Для чего? Для пользы, на пользу. И если Бог видит в человеке, что этот дар не сыграет положительного, не произведет нужных действий, того запланированного плана от Бога, я не думаю, что дар этот будет излит на человека. Здесь и по благодати я повторяю, Когда мы говорим по благодати, это то, что мы не заслуживаем, но Бог нам это дает. Но по каким причинам Он дает? Потому что сердце человеческое жаждет этого служения, жаждет выполнения Божьей миссии, проповедания, тогда Бог дает. Но если человек не жаждет, Бог не навяжет этот дар. Хотя книга первая Коринфянам говорит, что дает дух пророчества, дух веры, дух разных направлений дает. Но если человек к этому не склонен, не просит об этом, Бог не будет навязывать этот дар. И это мое мнение. Я не знаю, как участники. Когда мы говорим о благодати, вообще интересный момент. Я думаю, что мы очень много можем рассуждать об этом, но мы должны понять о том, что вот я прочитаю тринадцатый текст двенадцатой главы. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, елены, рабы. То есть, когда дается нам благодать? То есть, когда мы получаем вот эти дары? Это интересный вопрос, да? То есть, вот сейчас мы коснемся благодати. В момент, когда, допустим, я поворачиваюсь к Богу, я принимаю решение, я крещусь, и только тогда я получаю дары Святого Духа. Это действительно так. Но благодать не была бы благодатью, если бы она не изливалась, допустим, на тех людей, которые, допустим, заключили вот этот завет с Господом. Она не была ни в коем случае благодатью, потому что благодать изливается сегодня и на тех, о ком мы сегодня не думаем. Понимаете? Потому что вот этот дар, вот этот дар, этим даром пользуется и те... Вот почему это случается в тот момент, когда человек принимает крещение? Иисус Христос именно в этот момент получил, когда Он был крещен Иоанном Крестителе, и получил Он этот дар, да? Вот почему мы верим, что каждый человек, когда принимает крещение, получает этот дар? Почему именно в этот момент? Ну, тогда я встречный вопрос, Игорь Петрович, задам. А всегда ли крещеный получает в этот момент дар Святого Духа? Вот, например, Симон Волх в свое время хотел заполучить дар Духа, которым обладали апостолы. И что Петр ему сказал? Петр, или не буду утверждать, что он сказал, ты помыслил чего? корыстного? Для того, чтобы, так сказать, твоей жизни проявлялась для твоей пользы. И ты потребовал от Бога невероятного и покайся в этом даре. Поэтому я думаю, на мой взгляд, что излитие Духом Святым на наши сердца происходит в трех направлениях, в трех моментах. это может человек получить еще до крещения, получить дар Святого Духа во время крещения, а может получить еще после крещения. Не знаю, это с моего личного опыта. Вот, например, я за свою жизнь, за себя только могу говорить. Я не считаю, что я получил Святого Духа в момент крещения. У меня еще в голове все было не в порядке. Хотя я был воспитан в верующей семье, но я отчетливо сегодня понимаю, что это не был тот момент. Последующая жизнь, анализирование, взвешивание, на сегодня я могу твердо, с уверенностью сказать, Бог стучится в мое сердце. Он хочет его обновить. И я рад ему, что он не прекращает свое влияние не тогда, когда это идеально происходит, не тогда, когда человек уклоняется от этого, а он все равно идет за ним. Совершенно верно. Можно секундочку, я к этому хочу добавить, потому что это очень важно. Действительно, крещение играет еще не последнюю роль в этом вопросе, потому что на сегодняшний день мы знаем, что, допустим, крещены были и Гитлер, и Сталин. Сегодня крещены могут быть, человек может быть конформирован в одной из церквей, но он далеко не может быть возрожденным человеком. Далеко не может быть возрожденным человеком, определяющим фактором это является вот этот поворотный момент, который, допустим, как Владимир Иванович сказал, что этот человек Дух Святой, он работает с человеком еще до принятия крещения, он ведет его к этому акту, понимаете? С другой стороны, есть опасность того, что те люди, которые, допустим, получили большие дары, дар пророчества, дар пасторства, дар другие дары. Но, понимаете, мы читаем о том, что я не знаю по какой причине, но когда в Матфея мы читаем, он говорит, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, не Твоим ли мы именем бесов изгоняли и другие дела делали, но он не знал этих людей, понимаете? Это парадокс. Иван Петрович, я еще добавлю, как ему сказано, о беседе Иисуса Христа с Никодимом. Этот учитель, который проповедовал, говорил о Боге, о том, кому они поклонялись, еврейский народ, а ему Иисус Христос говорит простые истины, и ты, умудренный человек, он ему задает вопрос, и не знаешь этих истин. И Никодим на самом деле не знал, потому что просвещение Святым Духом, это не какое-то приложение. Вот приложение дано нам, и все. Будем пользоваться мы этим или не будем, Дух Святой стучится в наше сердце. И мне всегда знаком текст Священного Писания, который записан в книге Иова. Там сказано так, дословно, Бог говорит однажды, если человек не послушает, в другой раз говорит. И детали описываются, как говорит. И так бывает с человеком два-три раза с человеком. Мы говорим о том, что Бог за нами идет через влияние Святого Духа всю жизнь. Но бывают моменты, которые были, бывают острыми в нашей жизни, когда мы явно чувствуем, когда Павел проповедовал о гриппе, и он сказал, Библия говорит о том, что он устрашился, а потом сказал, когда найду время, тогда и позову. Дух пророчествия говорит, и время не нашлось, и не позвал он. Этот момент был упущен. Так вот, нам, напоминание Богом, чтобы мы не упускали личностных, особых, значимых, тех деталей в нашей жизни со стороны Бога, когда Он стучит в наше сердце. Безусловно, я хочу здесь акцентировать всех вниманием. Иисус Христос имел определенные дары и имел силу сам в себе до крещения. Мы знаем, что уже 12 лет Он проявлял такую мудрость божественную, что все удивлялись. Но именно в момент крещения что делает Бог, Отец? Он наделяет его определенными полномочиями, чтобы он был свидетелями в виде схождения вот этого голубя. И мы, как церковь, понимаем и верим, что юридическое право мы получаем в момент крещения. Тогда, когда мы заключаем завет с Господом, мы становимся юридически его детьми. И тогда на нас возлагается вот как раз эта полномочия быть свидетелями в тот момент, когда мы заключаем соглашение с нашим Господом через водное крещение. Я умираю для прошлой жизни и воскрешаю для новой жизни. Иисусу Христу не нужно было креститься для того, чтобы прощены были грехи. Для чего Ему нужно было? Для того, чтобы Он получил вот это полномочия, чтобы Он от Отца видимо получил эти полномочия как того, который будет теперь нести эту весть. И каждый человек, который заключает завет с Господом, получает эти полномочия. Мы юридически становимся детьми Бога, и Бог на нас вот тогда возлагает эти дары и ответственность. Давайте мы обратимся к тексту послания к Ефесской церкви в 4 главе с 11 текста. И здесь очень важные вещи говорится, на мой взгляд. Он сам раздал дары, то есть говорится о Духе Святом. Дары разные. Одним положил быть апостолами, другими пророками, иным благовестниками, иным же пасторами и учителями. И теперь важно, чтобы полностью приготовить Божий народ к служению, к созиданию тела Христова Церкви, пока не достигнем мы все единства веры, познания Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноты возраста Христова. Не можем мы более оставаться детьми, беззащитные пред ветрами лживых учений, тех людей, которые хитростью своей совращают в заблуждение. Будем вместе вместо того будем вместо того возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он глава, от него все тело зависит, растет оно при соразмерном действии каждого из его частей, тесно соединяемых, скрепляемых между собой посредством всех поддерживающей связи она растет и созидается в любви. Ну вот так вот Павел закрутил, но и тем не менее становится все понятно. Для чего это вообще дается? Во-первых, в самом начале сказано, что он сам разделяет эти дары. Бог, и мы уже читали об этом, дает по своей великой мудрости одному одни дары, другим другие дары, но дает всем какие-то определенные дары. Но здесь очень важно, для чего он это делает? Давайте отметим, первое, чтобы что сделать? Приготовить народ к тексте, служению, да? Приготовить народ к служению. Вот для чего они даны, да? Здесь он чутко поясняет. Для определенного служения, для созидания тела Христова. Что это говорит нам? Игорь Петрович, вы читали современный перевод. На мой взгляд, мне больше в данном отношении, вот, в этом тексте, синодальный перевод. Здесь говорится, и он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами. И вот на ваш вопрос к совершению святых наделось служение для созидания тела Христова. Четко и ясно. Для чего? И святые люди, ну, мы все названы Библией святыми, хотя я бы не назвал нас святыми, я бы назвал, так сказать, как стремящимися. Виктор Петрович, ну, молодцы вы, спасибо вам. Вот стремящимися, вот как-то святое нас или подвергает... Давайте понимать, святое как отделенное для святого дела. Да, когда я говорю, например, о святом, что я святой, у меня сразу нимб на голове что-то растет, а я не хотел бы этого нимба. А сказать, что я грешник, ну, думаешь, ну, я же все-таки законопослушный, и все. То есть, я хочу быть срединкой. Но вот Петрович говорит, Виктор Петрович, что мы стремящиеся, и как Слово Божие говорит, не достигли ли мы полного идеала, вот как в Иисусе Христе. И вот поэтому здесь тексты их послания к Ефесиным говорят о том, чтобы совершение святых на дело служения и для созидания тела Христова. Три направляющие. И человек, который призван к этому свидетельству, и для созидания церкви, и для прославления нашего. Созидание церкви и единение церкви, да, разные понятия, но здесь вот в этом тексте говорит об единении церкви. Вот что мы должны прежде всего делать? Объединять или разъединять? Что текст говорит конкретно, да? Объединять. Вот все наши усилия и все наши стремления и вот те дары, которые мы получаем, они должны быть направлены к чему? Для того, чтобы объединять. Это ценно, да? И очень полезная информация. Мы должны об этом всегда помнить. Для чего это все дальше происходит, пока не придем к зрелости? Если я младенец, он дальше рассуждает, вот постоянно остаюсь младенцем, это хорошо или плохо? Ну, на каком-то этапе это хорошо. Да. Но если младенец все время остается младенцем, то это не совсем хорошо, да? Начинаешь думать о проблемах. Вот я вчера видел своего младшего внука, он ко мне как-то относится настороженно, сразу к папе, к маме, а вот вчера мне удостоилось его поддержать. Он оборачивается на меня и смотрит. Наверное, созидание прошло, пошло по возрастающей. Младенец усваивает, что этот человек, этот дед или кто, как в его мыслях, я не знаю, он, так сказать, не причиняет мне вреда и он меня оберегает и все. Поэтому младенец на своем уровне это нормально. Но когда мы в свои 68 лет, я говорю о себе, еще являюсь младенцем, это уже беда. Да, тот младенец, о котором ты говоришь, мне тоже хорошо известен, я тоже, бывает, сильно напрягаюсь, чтобы он протянул ко мне руки. Это так, между словами. Два деда о внуке своем говорят. Спасибо. Хорошо. Давайте. Здесь можно, урок очень красиво вот это вот открывает, и тексты, которые мы читаем, они очень красиво это все показывают, что для чего нужны вот эти дары, чтобы у нас первая задача нести весть Евангелия другим людям. Как мы это можем нести, если мы сами еще в истине не стоим? То есть, вот это в первую очередь досидание нас, чтобы мы взросли в истине, чтобы мы утвердились в этом, на этой платформе, на которой мы стоим. И только потом мы уже можем достойно провозглашать об имени Иисуса Христа. Продолжаем мысль Оксаны. У апостола Павла очень много образов. И он говорит о церкви, как вот тело мы рассуждаем, а еще о домостроительстве. И мы, как живые камни, что должны делать? Устроять этот живой дом. Но мы можем быть и мертвыми камнями. И дай Бог, чтобы мы были на самом деле и живыми камнями, и телом Христа, и хорошими живительными письмами на жизнь. И многие другие, так сказать, вот эти эпиграфы, которые нас вдохновляют со своей стороны сделать все возможное, чтобы Дух Святой, пребывая в нас, делал свою работу. Да, и как сказано в этом же тексте, да, от Него все зависит. От кого? От Иисуса Христа. Растет оно при соразмерном действии каждой из его частей. Вот опять закрутил Павел, ну, понятно, да? Все свое время соразмерно происходит этот рост. Если мы сегодня еще не ощущаем, может быть, полноты всех тех даров, которые хотели бы иметь, будьте уверены, что придет это время, придет оно, обязательно придет, и мы вырастим, и получим. Но для этого нужно иметь вот это стремление развивать эти дары, да, и об этом тоже наш сегодняшний урок. Мы говорили уже об этом, да, нам необходимо развивать. Петр пишет в Первом Послании в 4 главе 10-м честь, «Пусть каждый из вас пользуется тем даром, какой получил от Бога, чтобы служить другим, верно распоряжаясь всяким даром благодати Божией». Чтобы каждый, да, есть ли здесь ограничения какие-то, к кому обращаются, к пасторам, к учителям или к какой-то отдельной категории людей. Сказано, каждый, да, из нас, получив этот дар от Бога, чтобы служить другим, мы уже об этом говорили, да, но не менее важным является момент, что все эти дары нужны для чего? Вот если мы вспомним притчу о талантах, вот притча о талантах, на ваш взгляд, о чем? Помните, да, господин уходя дают дары для талантов. Вот о чем эта притча? На ваш взгляд. Мы все прекрасно знаем эту притчу, очень замечательно. Но вообще, хотелось бы расшифровать на сегодняшний день, что означает вот эта притча сегодня для нас. Мы на сегодняшний день младенцы? Какой статус мы сегодня имеем? Застряли ли мы в младенческом возрасте? Или действительно, мы как церковь, мы растем? Мы любим, мы приумножаем, мы двигаемся вперед. Я понимаю прекрасно вот эти таланты, которые, допустим, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 1, да, те, которые, допустим, имели эти 5 и 2 таланта, они приумножили эти таланты. Но вопрос сегодня ко мне, допустим, что я делаю с этим талантом? Что я делаю с этим даром? Некоторые заявляют о том, что, ну, в силу своей скромности я не имею ни одного дара, что я не могу сегодня свидетельствовать, я не могу сегодня, допустим, какие-то другие функции исполнять. Понимаете? У нас ограничивается время, и я хотел бы просто прочитать. Представленные в притче таланты – это не только особые дары Духа. Здесь говорится о всех дарах и способностях, враждебных и приобретенных, природных или духовных. Все они должны быть употреблены в служение Христово. Становясь Его учениками, мы отдаем себя Ему вместо со всем, кем мы есть и чем обладаем. Эти дары Он взращивает нам очищенными, возвращает нам очищенными и облагораженными, чтобы использовать их во славу Его благословения наших ближних. Отлично, да? Сказано в книге «Наглядные уроки Христа» Елены Вайт. Заканчивая наш сегодняшний урок, я хотел бы акцентировать, что дары, которые получает человек во время крещения, они, получается, нам по благодати даются, нам по благодати. И мы должны использовать эти дары и развивать эти дары для того, чтобы созидать тело Христово. Помните о том, что мы все наделены определенными дарами и мы ответственны за эти дары. Придет Господин, как в этой притче, и когда-то спросит каждого из нас, пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы могли бы понимать важность правильно использовать эти дары. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok